Константинополь, Московского Патриархата на Украине больше нет Недавнее решение Синода Вселенского Патриархата отменило юрисдикцию Русской Церкви над Украинским Священноначалием, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского Престола. Независимо от того, к какой из трех церквей они относились ранее, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий. Считают во Вселенском Патриархате Константинополя В ближайшее время Вселенский Патриархат созовет Объединительный Собор, шесть который создаст церковь под названием Православная Церковь в Украине. Именно она получит томас об автокефалии, грамоту о независимости, от Константинополя и станет единственной канонической церковью в государстве. Приглашение к участию в этом соборе получат все православные епископы, пребывающие в Украине, независимо от того, к какой церкви они принадлежали до сих пор. О позиции Константинополя относительно нынешнего положения Православной Церкви на Украине и ее будущего, русской службе BBC, рассказал влиятельный архиерей Константинопольской Церкви, представитель Вселенского Патриархата при Всемирном Совете Церквей, доктор богословия, давно и глубоко занимающийся украинской проблематикой, архиепископ Телмиский Иов, Геча. Несмотря на то, что владыка Иов не решается спрогнозировать точную дату издания украинского Томаса, по его мнению обретение самостоятельности украинской церковью не приведет ни к расколу в мировом Православии, ни к вспышке религиозной напряженности на Украине. Своих же собратьев из Русской Церкви он призывает вернуться к единению со Вселенским Патриархатом и перестать угрожать расколам в Православии. Обвинения в адрес Константинополя в раскольничестве и восточном папизме, которые сейчас звучат из Москвы, архиепископ Иов называет беспочвенными и основанными на незнании церковных канонов. Юридически Константинополь имеет это право, это его привилегия провозглашать автокефалию, и в том Асахабе автокефалии всех новых церквей сказано, что они должны признавать первенство Константинополя. И обращаться к нему за советом каждый раз, когда у них возникает какой-то вопрос мирового уровня, настаивает владыка Иов, здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь. И никто другой, согласно канонам, согласно православной экклезиологии. По мнению представителя Константинопольской церкви, если сегодня православная церковь в России имеет сомнения относительно этого, то она должна отречься от своей собственной автокефалии. Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремия II. И в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу. «Мы надеемся, что православная церковь России придет к разуму и вернется в единение с Вселенским престолом. Ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений, но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви», — дипломатично отвечает архиепископ Телмиский Иов. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!